всем добрый день вы на канале вязание от ангелина и зимок сегодня смотрите что у меня есть у меня есть вот такой красивый теплый берет из рельефных столбиков клинья у меня здесь такие есть тоненькие небольшие я задумывала это вязание как шапочку но посмотрев что идет хорошее расширение красивое ровно решила закончить его беретом шапочку я проговаривала как можно вязать берет получился вот такой с одной стороны вот такой с другой классный единственное что я не говорила я всегда считаю что 25 сантиметров в объеме достаточно вот 25 сантиметров но именно вот в этом вязание я еще добавила несколько рядочков и если кто любит более глубокие береты нужно 32 сантиметра вязать объем и только потом объем это вот вы измеряете метром 32 сантиметра и только потом начинаете сужение как я это показывал давайте смотрите вязать у меня вот такие ниточки лама на самом деле название не так не имеет значение 300 метров 100 грамм это самое главное крючок три с половиной шесть плюс акрил я вот такой красивый голубой цвет нам нужно в кольцо набрать 15 столбиков с 1 накидом 1 2 3 воздушные петли и еще 14 столбиков с одним накидом потом замыкаем кольцо начинаем вязать вернее затягиваем провязали 15 столбиков соединили в самый первый хорошо затягиваем нашу ниточку чтобы у нас здесь не было никаких дырочек такая плотная макушка вытягиваем петельку вытягиваем это значит как многие меня спрашивают вяжем ли мы подъемные обязательно вяжем вот у нас рельефный столбик вытянули это у нас такой подъемный рельефный столбик вяжем рельефный столбик 1 2 за каждый столбик наша задача провязать два рельефных и получить 30 столбиков рельефных с одним накидом 1 2 за каждый столбик вяжем 30 рельефных столбиков всего 30 за каждый столбик 2 а всего 30 получаем 30 столбиков смыть и обязательно надо просчитать 30 удвоенных то есть у нас с вами было 15 теперь стало 30 рядок вяжем просто по факту разглаживая как бы наши рельефные столбики то есть мы вяжем каждый столбик сам по себе наш первый рельефный столбик все рельефными так и вяжем просто рядочек 30 рельефных столбиков потом будем добавлять наша задача увеличить до 90 столбиков это средний размер если вяжите из пряжи 300 метров 100 грамм для такой пряжи на нужно 90 столбиков для стандартного женского размера 54 55 провязали рядочек просто рельефными столбиками присоединяемся и теперь задача нам нужно наша такая 1 рельефный провязали увеличить еще на 30 столбиков у нас будет 30 линиев то есть рельефных столбиков между ними добавляем один простой 30 у нас должно быть рельефных и 30 простых столбиков которые мы будем вязать между рельефными всего в этом ряду у нас будет 60 вяжем добавляем следующем ряду просто вяжем по факту как есть один рельефный один простой провязали у нас получилось 60 столбиков теперь еще разочек прибавим один раз и будем вязать донышко до 15 сантиметров смыть что мы делаем и вяжем рельефные они остаются на месте простой вяжем и еще один простой два столбика простых один рельефный наша задача добавить еще по одному столбику и всего у нас будет 90 обязательно считаем два столбика простых с одним накидом 1 рельефный и вот таким узором один рельефный два столбика простые мы будем вязать с вами 15 сантиметров 15 сантиметров то есть еще два три же дочка это будет наша макушка 90 столбиков больше добавлять не будем этого размера достаточно на средний женский размер у меня получилось вот такое донышко 15 сантиметров больше увеличивать моему не будем хотя мы ничего не увеличивали вот как я вязала в итоге получилось два столбика простых и один рельефный вот больше не увеличиваем иначе получится берет вот такой донышко она расправится немножечко фолдит пока чуть-чуть меняем узор после того как связали донышко смотрите вот я присоединилась к столбику к нашему последнему рельефному теперь смотрите что я делаю перехожу в следующий столбик соединительным столбиком нам нужно сделать сдвижку вот этот столбик давайте пока его так все я провязываю 3 воздушные петли и рельефный столбик который у нас уже был тоже вижу объясняю что я делаю сейчас будем считать вас мытья вижу столбик 1 тот который рельефный вижу простой простым 2 из еще свяжу 33 столбика провязала а теперь тот рельефный который у нас есть я тоже провязываю рельефным делаю такую небольшую сдвижку еще разочек смотрите по факту у нас один столбик столбик рельефный это у нас 2 3 простой 3 связали и еще один рельефный сверху как бы накладываем вот он цепляет за тот рельефный который у нас есть у нас такая небольшая сдвижка будет еще разочек один рельефный и 3 простой и рельефный возвращаемся провязываем вот такой будет рядок в каждом ряду мы будем каждом ряду мы будем вот такие наши рельефные столбики сдвигать на один сторону провязываем 1 столбик 2 и 3 конечно подклад обязательно нужен под любую зимнюю шапочку я считаю нужно делать подклад и тогда вот эти небольшие дырочки которые у нас образуются при вязании рельефных столбиков их не будет видно вяжем 1 2 3 и рельефный сверху провязываем и у нас получается такая вот небольшая сдержка именно рельефного столбика довязываем наш рядок получаем как мы с вами вязали 1 2 3 столбика 1 рельефный 1 столбик остался провязали столбик и у нас еще вот два уже провязанных то есть опять три столбика и мы просто-напросто соединяем вот этот ряд у нас такой подготовительный был как бы к смене рельефного столбика к тому чтобы он спиралькой закручивался и один столбик у нас получился лишним 3 воздушные петли вяжем столбик там где рельефный просто столбик и за рельефным тоже столбик 4 лишние мы сейчас будем один убирать рельефный провязали получается смотрите нам нужно провязать 1 2 3 а у нас еще один образовался мы его сейчас и свяжем 1 и 2 как за 1 и шапочка будет немножко плотнее этот объем который нам нужен не будет увеличиваться 2 3 то есть вяжем точно также три столбика и возвращаемся рельефный провязываем тоже то есть делаем небольшую излишку вот у нас получается такой наклон будет все время идти вот либо этот столбик если вы хотите просто можно не вязать а вязать 1 2 3 как мы и вязали либо его провязывать с одной вершинкой чтобы следующем ряду у нас не увеличилась и он вообще не нужен потому что объем шапочки будет больше а так будет более плотное вязание а можно не замечать вот этот столбик а провязывать просто три столбика один там где рельефный 2 за рельефным 3 и рельефные повторяем вот тогда здесь будет небольшая дырочка либо вот таким образом больше никаких изменений нет то есть на в каждом ряду мы на одну на 1 столбик переносимся рельефный и будет идти постоянно небольшой такого уклон как спиралька но чтобы не было дырочки я предлагаю вот так вот то столбик который лишний такой добавочный мы его просто-напросто в каждом ряду будем вот так вот сокращать и у нас получится один столбик рельефный второй столбик 3 провязали и рельефный вернулись к нему не еще получается два столбика как один рельефный и за рельефным еще один потом возвращаемся вяжем клиент вот такая идея и получается здесь будет у нас все плотное вязание никаких дырочек не будет такая шапочка с наклоном то есть макушка достаточно интересная и в каждом ряду мы будем сдвигать рельефный столбик и за счет этого получится именно вся красота шапочки попробуем еще один рядочек провязали получается смыть его сдвоенный наш столбик 1 2 мы подходим к завершающему и смотрите 1 2 я пропускаю а в 3 присоединяюсь для того чтобы у нас тут не было никаких дырочек и провязывая наш рельефный столбик самый последний который у нас здесь должен быть по узору идем дальше 3 воздушные петли подъема мы делаем ниточка образовалась который не должно быть вяжем рельефный столбик наш завершающий его вот так вот пристроим вяжем 1 2 3 воздушные петли подъема и вот эта петелька она нас тоже лишнее мы провязали мы провязываем 2 столбика в самом начале а потом из их закрываем фельдами считаем как за один раз топик второй столбик там где рельеф 3 3 то есть узорчик продолжается тоже точно такой же вот рельефный столбик наша задача вот сдвоенный стоп мы его уже провязали наша задача опять сдвоены 12 считаем за один раз столбик рельефный второй столбик за рельефным 3 столбик то есть мы ничего с вами не меняем мы вяжем точно также немножечко по спирали провязывая рельефный столбик и за счет этого случается получается узор внутри будет все плотненько за счет того что мы два столбика все время будем провязывать вместе и рельефный наклон вот наш двойный мы провязали мы его не трогаем 1 столбик и 2 как за один рельефный и следующий за рельефным все три наших столбика и рельефный то есть повтор узора нашего первого рядочка который мы с вами начинали вязать все достаточно плотненько и красиво вяжем до резинки сантиметров пока не знаю 5 6 потом посчитаю посмотрю свежу покажу я вязала без изменений все как мы с вами проговаривали и у меня знаете получилось 27 сантиметров уже не шапочка а берет я не стала делать перевязывая делать это уменьшение ввязала вот как есть пусть будет билетом если шапочкой то я вот так прочитала нужно будет не 30 набирать клиньев до столбиков а 20 то есть изначально 10 20 и потом вязать у меня получилось 30 достаточно объемный берет теперь хочу перейти на резинку еще разочек хочу показать последний клин как мы вяжем и как мы присоединяем что вот этот наш узорчик и смотреть не видно подъемных петель и смотрится все очень хорошо мы проект провязываем сдвоенный столбик еще один столбик столбик за рельефным столбиком и рельефный столбик вот у нас сдвоенный он уже провязана мы его не вяжем вяжем следующий 12 вместе 12 вместе рельефный мы тоже провязываем у нас получается сдвоенный рельефный и 4 за рельефный вот мы его мы сюда присоединяемся теперь провязываем рельефный и присоединяемся у нас смотрите должно быть во второй столбик вот а вот такое ровное получается вязание если начиная следующий ряд будет таким образом начинаться ты воздушные петли второй столбик рельефный столбик и за рельефным столбиком 4 и вот такое начало вот но я предлагаю на этом сделать у бабочки связать такую основу на сам берет связан теперь вяжем дальше смойти также сдвоенный столбик мы вяжем вот у нас сдвоенный столбик и рельефный мы вяжем по факту рельефным а сдвоенная в следующем яду будем вязать изнаночным рельефным то есть вот сдвоенный и простой столбик перни из двойным и уже не вяжем он у нас провязаны а вот этот столбик и следующие мы вяжем сдвоенным и рельефный лицевой то есть мы переходим на резинку один будет у нас изнаночной сочиную эту один лицевой вот это сдвоенный мы не вяжем вяжем 1 2 и рельефный лицевой а в следующем ряду поменяем немножко и у нас будет уменьшение такого хорошего уменьшения то есть мы с вами один столбик вообще не вяжем сдвоенный пропускаем отвали два простых столбика превращаем в один рельефный вяжем по факту я провязала один рядочек сдвоенный столбик и рельефный лицевой и теперь мы при переходим на вязание резинки получается знаете что вот рельефный я провязала менять из 2 столбика было я пока перехожу пока перехожу вытягиваю петельку это у меня вот рельефный будет столбик рельефный столбик подъемной сметри воздушные петли а просто рельефный подъемный столбик 2 сдвоенные мы провязываем одним изнаночным рельефным потом лицевой рельефный потом изнаночный и таким образом вяжем несколько рядочков вот у меня как подсократилась мое вязание хотя объем до донышка был достаточно большой вот я провязала померила на голову прям хорошо сидит убавлять больше ничего не нужно такой мне билетик получился достаточно симпатичный смотрите красиво все ровненько аккуратненько вот я провязала получается вот ряд мы сократили еще 3 дочка сильно много не хочу вязать мне кажется это не очень красиво и последний ряд почти как все шапочки я заканчиваю врачим шагом рачий шаг это когда вот допустим у нас петля мы заканчиваем закончили вязание сделали воздушную петлю и в обратную сторону мы провязываем 2 столбика и вот это у нас есть рачи шаг его очень много раз показываем не буду углубляться есть почти во всех моих видео там где шапочки вот провязали ниточку спрятали и готова работа берет тепленький но в любом случае дело к зиме обязательно подклад либо тонкую шапочку либо тонкий берет из уже готовых материалов можно сюда купить либо из флиса сшить подклад это обязательно зимой да и в итоге наша красота вот такой блинчик вот такой берет готов огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца ставьте лайки пишите комментарии до следующих встреч